На этом с минорами все. И можно отправляться на следующий остров Мажоров. Как обычно, начинаем с пушек. Дубина Огра на плюс 5 к атаке. Часть сборника кулака Огра. Меч пылающий преисподний на плюс 6 к атаке. И три зубец могущества, или в простонародье вилка, на плюс 7 к атаке. Далее щиты. Щит Огра на плюс 5 к защите является частью сборника кулак Огра. Щит проклятых на плюс 6 к защите. И щит морской славы на плюс 7 к защите. Особняком стоит щит из чешуи драконов. Он единственный из этих щитов дает равнозначный бонус и к атаке, и к защите. Плюс 3. Является частью сборника могущества отца драконов. Далее у нас шапочки. Шлем бушующего пекла на плюс опять к знаниям. И корона пяти морей на плюс 6 к знаниям. Чисты. Кираса короля циклопов на плюс 4 к силе магии является частью сборника кулак Огра. Нагрудник из Огненной Серы на плюс 5 к сп. И Королевские Доспехи Никсов на плюс 6 к сп. Жерель из зубов драконов, как вы уже догадались, тоже часть сборника могущества отца драконов. И дает плюс 3 к сп и знаниям. Далее супер крутые неки, но не на статы. Кулон смелости дает бонус плюс 3 к морали и удаче. По сути является аналогом экспертному лидерству, который тоже дает плюс 3 к морали, но арт еще круче, так как дает еще и плюс 3 к удаче. Супер мощная штука. Тут стоит оговориться, что мораль и удача ограничены пределом плюс 3. То есть больше этого значения у вас не будет. Даже если есть лидерство, плюс это нек и еще какие-то бонусы на удачу и мораль. Но смысл в этом все равно есть. Дело в том, что у соперника могут быть артефакты на минус мораль и минус удачу. В таком случае запас как раз нивелирует эти вычеты. Более того, не забываем, что если у вас в отряде более 2 фракций, ваша мораль тоже будет падать. Кулон разорения. Еще одна крутейшая нека, но с противоположным окрасом. Эта нека дает минус 2 морали всем вражеским отрядам. Также может очень решать как против нейтралов, так и в пвп, заставляя отряды противника пропускать ходы. Сапоги мертвеца. Часть сборника Плащ Короля Нежити дает плюс 7,5% к навыку некромантия. Сапоги странника, или в простонародье зеленые сапожки. Позволяют герою перемещаться по любому ландшафту без штрафа. Очень крутая вещь в центре и на респах, где есть штраф по перемещению. Позволяет значительно более эффективно выстраивать цепочки, делать доборы объектов на армию и вытаскивать нужные плюшки по бездороге. По сути является аналогом экспертного поиска пути, но значительно круче, так как артефакт вы можете передавать по цепочке всем героям и при этом не занимать слот вторичного навыка. Склянка жизненной силы. Часть сборника Эликсир Жизни дает плюс 2 к здоровью всех ваших юнитов. Далее у нас 3 артефакта с одинаковыми свойствами и являющиеся частью одного сборника Лента Дипломата. Все предметы по отдельности дают минус 10% к цене откупа героя в бою. Далее два важных артефакта на скорость юнитов. Это кольцо странника плюс 1 к скорости всех ваших юнитов на поле боя и накидка, дающая плюс 2 к скорости юнитов. Магические сферы. Шар постоянства запрещает всем героям и существам использовать снятие заклинаний, включая способность змеев и стрекоз. А далее сферы стихий. Сфера небесного свода, воздуха, сфера ила, земли, сфера бушующего огня, сфера огня и сфера проливного дождя с одинаковыми свойствами, дающие плюс 50% к урону ударных заклинаний своей стихии. Например, от сферы воздуха у вас увеличивается урон от молнии на 50% и так далее. Кстати, огненная сфера также дает плюс 50% к урону от огненного щита, что не так уж очевидно. Накидка молчания. Запрещают всем героям и существам использовать заклинания и магические способности первого и второго уровня в бою. Не будет работать и случайная магия чародеев. Кольцо забвения. Артефакт, делающий невозможным восстановление умерших на поле боя юнитов. Таким образом, в бою не смогут делать воскрешение, поднятие мертвецов и жертву. Более того, вампиры лорда, высасывая кровь, будут пополнять хп одного отряда, но не восстанавливать свою численность, а адские отродья не смогут поднимать демонов. Также фениксы не смогут восстать из пепла. Наличие этого артефакта у оппонента легко определить в бою. Трупы умерших отрядов сразу же исчезают, тогда как без этого кольца остаются на местах. Кстати, и навык некромантии тоже не будет срабатывать после боя, если это кольцо надето. Кольцо может быть очень сильным, но ситуативно. Часто заигрывается против некромантов и против явных резуретчиков, типа Аламара и Джидита. Впрочем, всегда можно перестраховаться и надеть его на финалку, если у вас нет резуректа. Хуже вам точно не будет, разве что слоб под другое кольцо займете. Зато, возможно, лишите оппонента грозного оружия. Оковы войны. Зачастую важный артефакт, который не позволяет никому сбежать или откупиться с поля битвы. Кулон ясновидения. Дает существам героя защиту от слепоты, включая способности единорогов. Кулон отрицательности. Дает существам герою защиту от любых молний, в том числе от цепной, в том числе от способности птиц грома. Не защищает только от грома титана. Часто можно использовать против Салмира, так как заранее известно его грозное оружие в виде цепной. Кстати, удобно использовать неку и самому Салмиру или герою с цепной, так как кастуя цепнуху с этой некой, она не будет отлетать ваших юнитов, даже если они окажутся в радиусе действия. Это позволяет, например, использовать цепнуху внутри объектов, не боясь получить ненужные потери. Стрелы с перьями ангела. Часть сборника лук снайпера. Дает плюс 15% к навыку стрельбы героя, если у него есть такой вторичный навык. Золотой лук. Все существа при стрельбе не имеют штрафа за расстояние и преграды. Далее у нас арты, приносящие ресурсы в начале каждого дня. Первые четыре арта вместе образуют сборник рок изобилия. Плащ бесчисленных кристаллов, плюс один кристалл каждый день. Кольцо неисчерпаемой серы, плюс один сера каждый день. Кольцо драгоценных камней, плюс один драгоценный камень каждый день. И неиссякаемая склянка ртути, плюс один ртути каждый день. Далее два мешка золота. Бездонный кошель золота дает плюс 500 голдек в начале каждого хода. А бездонная сумка золота уже плюс 750. Оба мешка являются частью сборника золотой гусь. Далее у нас еще две части из сборника статуя легиона. Это руки, дающие плюс два к еженедельному приросту существ пятого уровня в городе, в котором находятся герои с этим артом. И голова, плюс один к приросту существ шестого уровня. Ниже отдельно лежат еще четыре артефакта, которые не генерируются на случайных картах хода. То есть вы их не увидите на стандартных шаблонах. Но упомянуть о них в гайде, думаю, все-таки стоит. Первые два арта являются частью сборника кулон отражения. Кольцо нейтрализации дает существам 5% сопротивления, или плюс 5% к навыку сопротивления героя, если у него есть вторичный навык. А одеяние равновесия плюс 10%. Плащ отречения запрещает всем героям и существам использовать заклинания и магические способности с третьего по пятый уровень. В том числе защищает существ от мин при осаде башни, и не будут работать способности медуз, василисков, окаменения. Паралич от Скорпикор и Старость от Гастов. И наконец последний арт этого острова – Ожерелье Морского Пути. Он генерируется на случайных картах только с водой. На картах без воды его не увидеть. Он дает плюс 1000 мувпоинтов очков хода по воде к ежедневному запасу героев. Является частью сборника Шляпа Адмирала. Теперь, как обычно, спускаемся вниз острова и разбираемся, где же можно получить артефакты этого класса – мейджи. В утопиях дракона в первых трех размерах будет выпадать, среди прочего, по одному мейджеру. В особняках падает гарантированно один мажор. Также один арт этого класса будет всегда среди ассортимента черного рынка. И плюс есть шанс вытащить его из могилы воина. Шанс на это 15%. Теперь водные объекты. Потерпевший кораблекрушение – шанс на мейджор 20%. Храм моря, кроме минимального размера. В предминималке вы получите один арт этого класса, а в макси и предмакси по два мейджора. И, наконец, святилище бихолдеров крупных размеров – макси и предмакси. В них также в награду получите по одному мажору. На этом с этим островом покончено. Плывем к самым крутым артефактам – реликтам. Сначала у нас идут четыре релика, которые объединяются в один сборный артефакт «Грохот Титана». Отличительной особенностью всех этих артов является то, что они сильно увеличивают один параметр, но немного снижают другой. Гладиус Титана дает плюс 12 к атаке героя, но уменьшает его защиту на 3. Щит Часового дает наоборот, плюс 12 к защите героя, но уменьшает его атаку на 3. Латы Титана дают плюс 10 к силе магии, но уменьшают на 2 знания. А Шлем Небесного Грома увеличивает на 10 знания, но уменьшает на 2 СП. Далее два релика из сборника «Мощь Отца Дракона». Корона из зубьев дракона дает плюс 4 к знаниям и силе магии, а доспех из чешуи драконов дает плюс 4 к атаке и защите. Отдельно стоит выделить латы гаснущих светил, которые снижают силы магии вражеского героя на 25% во время боя, что в сочетании с экспертными помехами является очень грозной силой на финалках, особенно против магов, ведь будет срезаться более половины вражеского СП. Далее у нас идут так называемые Олы, порядки убывания. Называются они в народе так по простой причине. Они повышают сразу все параметры и все они являются частью, пожалуй, самого желанного сборника в игре «Альянс Ангелов». Шлем Божественного Просветления, в народе Чайник, плюс 6% в ко всем параметрам. Меч Правосудия, плюс 5 в ко всем параметрам. Щит Львиной Храбрости, плюс 4 Ол. Ожерелье Небесной Благодати, плюс 3 Ол. Сандалия Святого, плюс 2 ко всем параметрам. Далее у нас один из самых имбовых и сильных артефактов в игре. Крылья Ангелов, дающие колоссальный буст в удобстве сбора объектов как на Респе, так и в центре. Вы можете летать через любые объекты без каких-либо штрафов, плюс передавать крылья по цепочке. Таким образом, это смогут делать все ваши герои в цепи. Это очень ускоряет ваш прогресс и делает сбор объектов значительно более эффективным. Чаще всего один из самых нежеланных реликов – бездонный мешок золота. Дело в том, что он имеет такой же класс, как и все остальные релики. И, соответственно, может выпасть вам награду, например, в Утопе, вместо одного из крутых артефактов. Отчего подрывают пуканы геройщиков и, чаще всего, отправляют их в открытый космос. Далее, книги магии различных стихий. Получая одну из книг и вставляя ее в слот, у героя в книжке появляется вся магия данной стихии. Стоит ли говорить, насколько это круто? Однако не все стихии равны, и одна книга, как правило, ценится значительно сильнее другой. Самой сильной по праву считается книга Земли, в народе КЗ. Затем, как правило, книга воздуха. Хотя иногда, особенно если у вас вкачан эксперт огонь и вы луна, то книга огня может быть даже более желанной. Ну и в конце лежит книга воды. Гадкий утенок среди книг. Но иногда может решать и она. Интересной особенностью является то, что магия контроля, ТП, ДД и полет, можно применить, даже если у вас нет купленной книги магии, той, что покупается в гильдии за 500. Более того, можно применить полет, а затем передать книгу воздуха другому герою, а потом уже лететь. Шляпа заклинателя дает вам в книгу все заклинания 5 уровня. Магию контроля, ДД и полет также можно использовать, даже если у героя нету книги магии. Сфера уязвимости. Нейтрализует большинство способностей всех существ в бою, дающих защиту от заклинаний и сопротивлений. Не влияет на защиту от артефактов и на ауру сопротивления единорогов. Собственно, позволяет такие штуки, как применять замедло на драконов или давать берсерк на титанов и так далее. Может быть полезно, но очень ситуативно и далеко не всегда хоть как-то отыгрывается. Также тут стоит отметить, что способность этой сферы активируется только во время вашего хода. Что это значит? Например, у вас в слоте стоит эта сфера. На вас нападает луна с армагеддоном на энергетиках и делает армагеддон. Ее юниты не погибнут, потому что она делала армаг в свой ход. А вот если вы сами сделаете армаг в свой ход, то тогда ее юниты, даже те, которые не восприимчивы к армагу, погибнут. Ну а ниже в отдельной строке у нас арты, которые чаще всего на случайных картах хода вы не встретите. Сапоги противодействия дают плюс 15% к сопротивлению существам или увеличивают навык сопротивления на 15%, если он есть у героя. Является частью сборника кулон отражения. Сфера запрещения. Запрещает всем героям использовать заклинания в бою. Также не работают активируемые способности существ, такие как поднятие демонов. Зато работают срабатываемые после удара, например, слепо от единорогов. Шляпа морского капитана. Не генерируется на случайных картах без воды. Дает плюс 500 очков хода по воде к ежедневному запасу героя. Также дает герою заклинания вызов корабля и затопить корабль. Позволяет использовать их без книги магии. Дает герою защиту от потери существ в водовороте. Является частью сборника шляпа адмирала. Сапоги левитации. Не генерируются на случайных картах без воды. Позволяет герою перемещаться через воду аналогично действию экспертного хождения по воде. Пузырек с кровью дракона. Дает плюс 5 к атаке и защите всех драконов в армии героя, включая нейтральных. Клинок армагеддона. Дает плюс 3 к атаке, защите и силе магии героя, а также плюс 6 к знаниям. Помимо этого дает заклинания армагеддон, которые всегда действуют на экспертном уровне, а существам героя дает защиту от этого заклинания. Рок бездны. При гибели живого отряда в бою, кроме фангармов, уничтожает его труп и вызывает на его месте отряд фангармов. Не менее одного, которые останутся и после боя. При гибели двухгексового отряда фангармы поднимаются на месте хвоста. Суммарное здоровье призванного отряда фангармов равно 50% с округлением вниз до целого фангарма от здоровья погибшего отряда, а количество их будет не более 50% с округлением вниз от количества существ в погибшем отряде. Звучит сложно, понимаю. Давайте попробуем на примере. У нас есть 10 королевских грифонов. В сумме это 250 хп. Призываться после его смерти будет 50% от этого хп в виде фангарма с округлением вниз до целого фангарма. У фангарма 50 хп. То есть 50% от 250 это 125 хп и мы сможем получить только двух целых фангармов. А также количество призванных фангармов, не более половины умерших, это правило тоже не нарушается. Так что в итоге мы получаем именно двух юнитов. Внизу карты у нас как обычно объекты, в которых можно найти реликтовые артефакты. Это конечно же утопия драконов любого уровня, а также могила воина. Шанс получить оттуда релик 5%. Что касается морских объектов, то это хром моря любого уровня и потерпевший кораблекрушение. Шанс 5%. Вот и вся основная информация об отдельных артефактах в Героях Меча и Магии 3. В следующем видео мы отправимся на отдельный остров и поговорим подробно с примерами о сборных артефактах. Впрочем, это совсем другая история. Помимо гайдов и стримов, с недавних пор я провожу индивидуальные тренировки для желающих научиться основам игры на джебус кросс. Подробнее по ссылке в описании. В завершение, как обычно, хочу поблагодарить всех ребят, которые поддержали мой канал финансово за последний месяц. Вы мотивируете меня продолжать делать подобный контент. Также предлагаю вступить в мой канал в Дискорде. Там всегда актуальная информация о расписании, полезные мысли и просто общение внутри сообщества. Если вам есть чем дополнить данный гайд, оставляйте свои комментарии. Это наверняка поможет людям разобраться с темой артефакты, а также поможет продвижению этого видео.